Давайте мы сначала в ВКонтакте позаобщаемся. Не, ну, Маш, Машечка, послушай, это же не серьезное общение, правильно? Почему? Ну, я за живое общение. А как я могу дать номер незнакомому человеку? Так мы уже познакомились с тобой. Я все равно, Маш, пока еще не знаю. Так пообщаемся месяцев в шесть. Потом я дам вам номер по телефону. Так смысл общения, встречи нашей в том, чтобы поближе узнать друг друга, правильно? Меня пугаете сейчас, значит, поближе. Поближе просто узнать друг друга с разных сторон. Не только как незнакомые люди, но еще более потеснее. Может быть, подружиться. Может быть, подружиться. Не, я давать тебе не буду. Ты с девушками не дружишься. Никаких подружицей. Если она даже будет говорить про подружицы, говори, я с девушками не дружу. Чтобы она подумала, ну, наконец-то, блядь, друг нашел. Хоть кто-то меня трахнет уже. То есть девка не будет тебе говорить «И?» Ну, что? Да, не знаю. То есть ты, вот я что-то сказал, заткнулась, и ты берешься. Ну все, Машенька, давай, думаю, мы с тобой договорились. Давай, свой номер. Я тебе позвоню? Нет, так, нет. Да, давай встретимся. Временно, значит, конкретное. Ну, ребят, жизни никогда так не унижайте перед телкой. Просто, ну, для чего мы сейчас это делаем? Чтобы человеку научить какой-то настойчивости. Потому что я бы давно уже, прям, не знаю, сбегал бы, купил в магазине пневматический пистолет. Принес бы, зарегил бы пульками, шариками. Застрелись. Что, все плохо, что ли? Нет, я говорю, что, нет, все нормально, все не гораздо лучше, чем вчера. Просто, вот, если девка будет в жизни так вот выпендриваться, что ты из себя строишь, давно послал мне нахуй. Тут же не то, что правил трех нет, да, тут уже... Не, ну это понятное дело. Здесь-то я шучусь, а так бы, если бы она мне началась, хуйню порой будет. А с мячки ты тоже сможешь так же говорить сейчас или нет? Я вижу плохо. Не, я шучусь. Я просто потому, что почему ты сегодня так намного лучше общаешься, чем вчера? Дело в костюме или в очках? В очках, наверное. Ну, мне, короче, я сразу скажу, у меня такой комплекс немного. Вот почему мне вот эта блондинка вчера, наверное, номер не дала? То, что я считаю, что слишком молодо выгляжу. Я даже в магазин прихожу, у меня постоянно, сука, спрашивают паспорт, блядь, когда пиво берут. Ты радуйся реально. Ну, да, с одной стороны, да, а с другой стороны... Повод не брать пиво, на самом деле, во-первых, да, ну, не знаю. Я вот работал у себя, да, я специальные очки взял, потому что люди разные приходили. А ты не пробовал наклеивать все, вот, ворота и все? Нет, мне вообще там не разрешали, как бы, чего-то отращивать и так далее. Ну, очки, вот, костюм... Вообще, вот здесь немножко, не знаю, на сколько он выглядит, я не знаю. Сейчас угодно на 25. Нет, 22. Да. Ну, вот. Дима, он всегда говорит правду, он там, Серёйке сказал, что 35, мне кажется, так расстроился, да, честно. Да, потому что реально 35 было, блядь. Тоже ужасно. Чувак, что ты спаришься? Не, ну, когда... Ты говоришь, какая-то есть какая-то блондинка. И, типа, она якобы не дала номер, потому что ты молодой выглядишь. Она проспросила, сколько тебе лет? Я говорю, 22. А тебе сколько? Мне 24. И чё? Она говорит, ну вот, поэтому, наверное, не стоит. Я говорю, ну как бы... Нет, ну смотри, девка, ну, её задача говорить нет. Я искал. Я не нашла какой-то официальный более-менее повод сказать нет. Ты говоришь, ну, там, я считаю, что возраст мужчины, это его жизненный опыт, а не его годы, да. Да, да, да. Если есть время, там, у нас стал ей лучше про то, что у тебя есть, там, друг, которому 19, он, там, полком командует, а другой знакомый, которому 35, он живёт, там, живёт с мамой, не знаю, то есть, ну, так и есть. Да я могу и про себя, в принципе, сказать. Ну, и вот тогда ты сказал. Что людям по 90 тысяч продавал услуги свои, как бы. Поэтому дала телефон, вернее, не дала телефон, потому что ты где-то не дожал до себя. То есть, тут вот на лицо уже не первый день такая хрень, как вчера с этой девкой возле метро, в вагоне, возле вагона. Когда девка нормально реагирует, что-то внутри тебя-то не верит в то, что, ну, вот этот успех или ещё чего-то, да, и оно как бы не дожимает. То есть, ну, ты хотя бы логику включать, если девка стоит, с тобой разговаривает, вот вчера, она улыбается, угорает, бля, вместо того, чтобы взять её оттащить от вагона, сказать, давай номер, и всё, ты её отпустил. Тут то же самое. Угу. Чувствуешь мой возраст, сколько, вот, допустим, ты подошёл к девкам 50 раз, ты мне ни хрена не подошёл за весь тренинг даже 50 раз, вот, и сколько из 50 сказали, фу, тебе 22, чувак, иди давай отсюда, мальчик. Они не спрашивают. Ну вот, а чё ты тогда говоришь, то есть, как бы, чё тебя парит, знаешь, если бы, я не знаю, как, ну, я в детстве был очень худым, я реально, если комплексовал, доходил до того, что я скупался, как бы, не на общих пляжах, хотя, похуй, ну, мальчик худой, не допиздыли вообще, ну, вот. Вот, а у меня был двоюродный брат, жирный, короче, здесь жирный, получается, у нас тандем, худой и толстый, и мы, блядь, как два дурачка, все вот тут купаются, а мы, блядь, вот там, в кустах, в какой-то параши, потому что мы стесняемся, блядь, вот, все на песке, реально, вот такой прикол, короче. И мне ещё, там, мой брат, спасибо, блядь, большое, каждый день говорил, там, скинь, или это, ну, если он был боем, или там ещё какие-то друзья, да, меня там дразнили, какие-то чуваки. Ну, мне было от чего задрочиться, потому что все говорили, что худой, но если тебе одна девка, там, не знаю, из ста, блядь, сказал, что чувак, тебе 22, это мало, блядь, ну, и чё? Ну, да, я говорю, в общем, не знаю, подойди к 40-летней женщине, скажи, 22. Ну, а, ну, если сейчас просчитать её мозги, мне так всплывает, такая, как в комиксах картинка, как она у тебя прям отсасывает, не знаю, сама тебя там не идёт, короче. Ну, да, им же тоже приятно, когда к немолодые подходят, когда к таким постаршей тёткам. Нет, тут с девками 24, там, есть другой момент, там, что им, может быть, ну, таким девкам больше нужны чуваки под 30-ку, то есть вот у них такой бзик, но никто не отменял классно потратиться с молодым красивым парнем, как бы, и у меня бабок-то с дедой. Специации небесные, они, как бы, бабушка старше была, у меня у друга родители, мама старшая, баб, то есть, блядь, можешь это ему говорить, слушай, так заключается ещё много брак, классно. Отрасти бороду себе. Ещё раз, пока ты паришься из-за чего-то, люди, ну, будут появляться ситуации, и люди, которые будут это подтверждать, как только с каждой попой, чувак, этого не будет. Тем более, опять же, из-за чего, вчера звонил чувак на консультацию, да, он парился, что у него квартира нет, там, в 33. Ну, возможно, есть там смысл попариться, но у тебя-то, чувак, наоборот, как сказать, это то же самое, что ты, блядь, короче, зашёл в автобус, и тебе стыдно, потому что ты на Феррари приехал, короче, просто, блядь, сегодня её оставил там, не знаю, трендовать, а сегодня в автобусе ты паришься, блядь. Это достоинство, чувак, блядь, я тоже раньше выглядел молод, в своих лет пока не стал работать. Да и сейчас молодо выглядит. Я тиховался, не стал старым, полный человек. У тебя, вон, видео там где-то подошёл к одной, так спрашивала, а, это, по-моему, свидание, которое полное, вот это ты делал, она же тоже спрашивала, не верила, по-моему, если тебе 31, что молодо выглядит. И, как скажу, эта девка некоторое время назад позвонила, говорит, Вова, ну я видел видос, я думаю, еба, я видел, реально, ну, блядь, оно доскалось, ну, нелегко, то есть пришлось там заморочиться, снять, мы его монтировали там, блядь, две недели, не знаю, я, говорит, чё, удалять? Ну, уже, блядь, сейчас, как будто мне пиздано плещат, такая, да ладно, говорит, типа, фиксируй, там всё равно всё закрыто, мне даже интересно стало, что кто-то меня, типа, обсирает, кто-то там за меня заступает, чё, правду удалять, говорит, пусть пока висит его, да иди. Меня реально так удивился, блин, ну, девка вообще мега адекватная, я тогда, как бы, с ней общаться перестал к себе фиксирую и больше не стал даже звонить, ничего. Вот вопрос у меня возник. Ну, как бы, чтобы это, то есть, я думаю, сейчас начнем общаться, всё равно где-то вылезет и будет пиздец, то есть, а я думаю, ладно, забудет про меня, там, и, ну, вот, лишь как-то нашла. Четвертый вопрос, да, как ты потом отшиваешь их потом, просто не заняешься, игноришься. Смотри, я как раз столкнулся с тем, что вот вчера встретил, короче, подруженцу одну, ну, я её так поел, ну, она хорошая, добрая, классная, там, то есть, у меня получается, как, у меня есть девки, сейчас, двух категорий, одни, которые обо мне заботятся и, там, не знаю, готовы меня, там, просто, блядь, на руках носить, там, готовить мне еду, там, блядь. Но они мне не нравятся внешне, то есть, ну, они не страшные, но вот, чё-то внутри говорит, что это вот не то, что, с чем можно пройти по манежке, и все будут, а, блядь, смотри, какая тёлка. Вот, есть тёлки, из которых, в принципе, можно пройти по манежке, но они, вот, скажи, так получилось не потому, что это всегда так, что если они, блядь, стрёмные, значит, они будут о тебе заботиться, а все красивые, типа, куй, пладут и даже яичницу поджарить, не, нет, то есть, есть какие-то тёлки, которые, вот, 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 эти две функции, совершенно не гадят. Да, это из общего, да? То есть, они и то, и другое совмещать, но просто на данном этапе их не нашёл, и у меня есть косяк, я, как бы, делал, ну, как бы, и просто его один раз, там, начинаем общаться, что-то, как бы, и потом, да, я им делаю больно, там, и самому от этого больно, то есть, в последнее время я что-то заебался, как сказать, Во-первых, я им сразу говорю, что я присматриваюсь, то есть, наши девки любят буквально, там, в начале отношений начинать говорить, вот тут у нас будет кроватка, тут у нас будет, там, завтра мы поедем к маме, а послезавтра мы купим вот это, а вот туда мы будем ходить с тобой на фитнес, то есть, девка как бы бессознательно говорит, чувак, мы с тобой же вместе, да, и многие мужики от этого сливаются, потому что чуваку надо самому, как бы, прийти к тому, что, вот, то есть, это сознательный шаг, Я, вот, идем, готов пожертвовать свободой, что для меня пиздец, как парк, ради этой тетки, но я должен к этому прийти со временем и сам, а когда девка начинает у тебя вот так вот давить, да, чувак, да, вроде девка нормальная, но тут же, блядь, свобода, я еще не блядь, 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 то есть, и вот он начинает метаться, его ставят какие-то жесткие рамки, и ему проще сгибаться, я, как бы, им это объясняю, то есть, мол, ну, поэтому, вот это ты им объясняешь, они такие, да, кстати, чувак правильно говорит, ты заранее начинай общаться с девкой, если ты не уверен, что, там, бросишь ее или нет, или, там, уверен, что несколько раз потрахать, если все, то говорим вот так, и пытайся быть с кем, да, говоришь, что, типа, ты знаешь, я вот присматриваюсь, я еще сидел, что для жизни, давай пробовать, то есть, если мы будем пробовать, она говорит, я к тебе могу привязаться, ну, блядь, я тоже, какой-то риск, ну, давай попробуем, то есть, если ты не будешь пробовать, ты ничего в жизни не увидишь, так, возможно, мы с тобой, и да, и многим из них больно, и мне самому потом, ну, а как ты, просто не звонишь, просто, вот, знаешь, вот, блядь, то я, там, им писал смс-ки какие-то, типа, там, такие, там, ты такая пиздатая, она, вот, я мудак, там, ну, то есть, как бы, не ее винишь, в том, что что-то сразилось, но это все равно особо роль, ну, так, не изменит, вот этой, вот, там, своей девушкой, последней, я, допустим, общался 7 месяцев, из которых 5 месяцев, я думаю, как с ней расстаться, ну, при этом, я сам же ей звонил, не знаю, она, как человек хороший, я с ней общался, куда-то, я уводил, покупал ей дорогие подарки, просто, потому что, ну, она это услугала, и потом, ну, дошло до того, что я, блядь, и тяну, пришел к ней на день рождения, потому что я не хочу с ней ее день рождения, это было очень хуёвно, на самом деле, Я сидел, плакал, блядь, пиздец, нахуй, ну, просто реально плакал, блядь, потому что мне было жалко ее, там, не знаю, и искал вот такая хуйня, блядь, и, ну, до такого лучше не доводить. И вот сейчас несколько девок, то есть я просто перестал брать труп. Какое-то нереальное чувство вины, что хочется написать что-то там, типа, как дела, там, но, блядь, ну, я не знаю, что с тобой делать, чувак. То есть, знаешь, я хотел бы заглянуть в душу девки, которая, ну, у каждой красивой девки есть, ну, не один десяток дрочеров, которых она обломала, которые, там, по ней сохнут, там, не знаю, и все прочее, которые за ней ухаживали, там, стали ее друзьями, ну, по своей вине, опять же. Я не знаю, она и по этому поводу испытывает каких-то, мне кажется, нихуя. Ну, мое мнение, что девкам похуй, они считают, что это, ну, опять же, мы не знаем, блядь, да, то есть, ну, мне кажется, что девки на это насчет не заморачиваются. А у чуваков вот такая хричная нам, ну, общество было, что вот ты пидарас, потому что ты вот по матросе выброс. Ну, это, знаешь, я вот что скажу, я еще у Чехова считал про это, у Свифта, они писали, что мужчина более такой, что ли, как, вернее, женщина, она более агрессивная, как средневековая, они любят осуждать своих подруг, там, да, что она там залетела, она там, осуждать постоянно, то есть, они не могут понимать. Мужчины более понимают, да, и поэтому они более вот такие, как сказать, чувственные. А женщина, да, у нее подруга залетела, и все, вот она, тварь там, она такая-сякая. И она в это время играет с ребятей такая, ты говоришь, у меня подруга залетела, вот Шифа, да? Ну, как бы, да, если не говорить. Вот, а мужчина как бы может понять, что там какая-то история, да, там какая-то ситуация такая произошла, и вот просто, как бы, такое стечение обстоятельств, и она может сама и не виновата, что у нее так. Ну, по-моему, я не знаю, что тебе сказать, чувак, то есть, это, как бы, личное дело каждого, либо ты не затягивай. У меня вот друг Миша Бринберг, он из тех девок ебал один раз, и когда у него редкие случаи были, когда он два раза на кого-то залазил, говорит, Вован, ебать, а второй раз так у вас отравится. Ну, типа, девушка раскрывается, там, ты как-то, да ладно, Миха. А я с каждыми какое-то время общался, поэтому у меня есть кутоксичные отношения, получается, с разными девками, то есть, я не знаю, ну, выбери какой-то способ, максимально не приносящий чувство вины тебе, я не знаю, чего. Я с этим постоянно сталкиваюсь, и этот вопрос задают, да, я на него, в принципе, не отвечаю, никаких видео на эту тему нет, потому что я хуй значительно делаю. Ну, нет такого, знаешь, вот, как там, пошаговая инструкция, как, блядь, забить хуй на вот эту хрень, то есть, есть какие-то, ну, не знаю, и станет, так, конченным пидорасом, скотиной, не знаю, бездушным говном, то есть, ну... Ну, это, наверное, такая плата, да. Распринимает это так, то есть, или, как бы, объясняет это себе внутренне, и, может быть, девкам вживую или хотя бы мысленно посылаем вот такое вот объяснение, то есть, как будто ты вот с ней расстался, ты сидишь, тебе хуёло от того, что ты ей сделал больно, как ты думаешь, и ты мышленно ей посылаешь, как бы, такой сигнал, что ты знаешь, типа, ну, никто не знает, когда ты, ну, как девка, ты девка, найдёшь своего, там, мужа или, там, любимого человека, и, может быть, вообще не найдёшь, не знаю, ну, будем брать оптимистичные прогнозы, найдёшь, но, может быть, это произойдёт через пять лет, через год, но в это же время всё равно нужно получать какие-то эмоции, то есть, нам всё равно было хорошо, мы там трахались, мы ходили в кино, не знаю, я тебе что-то покупал, там, я тебе, блядь, не знаю, привёз лекарство, когда ты заболел, а ты мне, то есть, как бы, говорят, ну, людям нужны эмоции, особенно девкам, жизнь, она состоит из эмоций, то есть, она состоит из ощущений, то есть, в принципе, типа, ну, это и есть жизнь, не знаю там, блядь, купился Каен, блядь, ты радостный, не знаю, тебе уволить с работы, ты злой, блядь, то есть, тебе не далла тёлка, ты пиздец злой, блядь, ты чусь, если я говном, тут тебе дала тёлка, ты чуся, если я пизда, ты там, не знаю, тут тёлка влюбилась в парня, там, расталась с парнем, то есть, ну, как бы, так или иначе, это было круто, потому что оно не плохое и хорошее, и, то есть, если бы ты не попался в её жизни, Возможно бы она еще жила без этих эмоций Одна скучная обычная жизнь Уходила бы на работу с работой Настурбировала бы душем Или пальцем Смотрела бы фильмы одна и плакала Ты так или иначе Как-то раскрасил ее жизнь Что-то привнес И можешь ей прям это словами объяснить Или когда ты начинаешь общаться И если девка говорит Мне кажется, ты меня бросишь Если даже будет так То как минимум мы раскрасим Друг друга, потому что Ну да, кто его знает Когда она найдет парня В это же время ей все равно нужны эмоции Все равно нужен секс Все равно нужна какая-то движуха, раскачка Ну я не знаю, чувак Это реально сложная тема Можно просто чувак видос Выложить кусок оттуда, спиздить Я потом посмотрю и выложить его на канал Для тех парней, которые страшны, что делать Не знаю, у меня вот буквально День-два назад Я одну из таких девушек Даже вторая сейчас уже на подходе Потому что я просто Ну как После каждой девушки С которой я вот так болезненно Для нее расстаюсь Я себе говорю Сука, чтобы еще хоть раз Ты гандон сделал кому-то больно Не затягивай, лучше сразу А все равно А все равно у меня на автомате Получается каждый раз Практически то же самое Я не знаю, чувак с тобой И сейчас вот просто вот Да, вроде бы Чувство вины говорит Позвони Не знаю, встречи Но я понимаю, что я не хочу дальше с ней жить Или общаться Может быть лучше пропасть Пусть она думает, что он пидорас Как бы тут Наверняка может думать, что я ее там обижу У нее упадет самооценка Ей будет грустно и плохо У девок самооценка Намного более стойкая, что ли Гибкая Гибкая Куслою Да, то есть есть, конечно, задроченные девки Которые ходят там ко всяким Мне кажется, даже те девки, которые ходят туда Они думают, что они пиздатые Это мужики говно Это мое, ну, как бы мнение Что мы вот у нас хуём с музыками Не потому, что мы херовые, страшные, жирные Не знаю, потому что я толстый Мне надо побудить Я толстый, а не толстый Я красивый Мне мама все время говорят, что я красивая Что мне нужно только принес ебать А они просто толбоебы вокруг Не видят меня Мне кажется, даже туда реально не приходят С убеждением, стопроцентом, что мы пиздатые Поэтому, чувак, ну, если ты думаешь, что и как похеришь ее самооценку Я думаю, что это не самый лучший способ задрачиваться Просто забить, конечно Не знаю Давай продолжим Попробуй вот Да, это плохо Но вот сотри все контакты нахуй Сделай запрет номера Все, и пройдет три дня Ты забудешь Не знаю Как-то так Давай Ты у меня номер еще не взял Ну все, Машечка, давай тогда созвонимся с тобой Машечка сейчас прям извела душу Давай свой номер тогда Я тебе позвоню, пообщаемся 8-9 А я говорю про социальные Что подскажет мне моя душа сейчас? Моя вторая Нет, там социальные сети были Нет, я говорил Говорил, говорил Ты че? Ты че? Я тебе сказал Стоять Стоять Ты че? Ты че? Ты че? Че ты? Так вот еще Дура Давай Че там? Сейчас мне подскажешь че-нибудь Моя А вы знаете Давайте Я запишу вас Да Давайте я запишу вас Не, ну мы же с тобой знаем прекрасно Что ты мне не позвонишь И тем более это все-таки прерогатива мужчины Проявлять инициативу И звонить первым Правильно? Поэтому все-таки давай ты мне свой номер оставишь Вот этот чувак очень такой начитанный Там Чехов там Я даже не знаю кто это Ну ошибка конечно Но сам факт, что вот блядь Он нормальный Мечта любой девки просто Как задвинет ей про Чехова А она сидит там А я читала только 50 А только все равно И она охуеет с тобой А она будет думать Как ей там дома мыслить у Чехова Полистать, чтобы хоть знать Кто там Ну это и плохо Это офигенно чувак Потому что ты большая редкость Это контингент все равно тоже людей каких-то Там все из тех людей, которые приходят ко мне Но мало кто там что-то блядь цитирует Там кого-то Чехова там Кого-то еще, да Поехали Домашний Вот Домашний телефон А, сейчас домашний Нет, рабочий Какой? Давайте я вам рабочий телефон оставлю Рабочий? Ну я же не буду тебе звонить на работу, правильно? Когда ты будешь занята там с делами своими какими-то там Документами заниматься там Либо ты, я не знаю Ты кем работаешь? С шахтером С шахтером? Да Так тем более там шахтеры по 12 часов работают Херачат, блин Когда я буду тебе звонить? Ладно, хорошо, давайте Как тебя слить-то, мужик? Вот сегодня, видишь, у меня вопрос в другом Как тебя слить, короче? Как тебя слить? Думай, думай, думай Как ты пух, думай, думай Может, ну, избранным Как вчера? Я даю телефон только избранным А, избранным А ты это, тусовки Дима Билана, да, там, Тимати общаешься Ну такая избранная Я слышу Штаса Михайлова Штаса Михайлова Штаса Михайлова? Штаса Михайлова То есть, и даже если она будет говорить Ой, какой вы смелый Ты, ты чё, мне кажется А с какими же ты общаешься? То есть, ты, наоборот, должен это не выделять А показывать, что ты реально Ну, то есть, чувак, которому нет проблем подойти к девку Ну, то есть, это нормальная ситуация для меня Имеет им доступ, как минимум востребованный Значит, как минимум в нем сильный кент Что-то интересное И у меня начинаются какие-то обречения А ты сейчас сидишь и выделяешься Какой-то пиздатый Штас, вот У меня 20 таких, как ты, посмотри, здесь Штас, вот Избранные, так А с кем же ты тогда общаешься, я избранный? Кто для тебя такой избранный? Ну, не знаю Должно что-то стрельнуть в голове Ну, у меня, по крайней мере Сын, что мой бетон, например, должна стрельнуть за 100 тысяч Так, раз и стрельнул У меня, по крайней мере, первое впечатление у тебя положительное сложилось Я бы хотел развить его в дальнейшем То есть, у девушки красота Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!